Друзья, всем привет! Я сейчас безумно счастлив. А почему? Потому что Дима нарезал мне на лазере сварочный столик, друзья. И он уже дошел. Он в прекрасном виде. Ничего не помяли, ничего не уронили. Смотрите, какая роскошь! Это сварочный столик. И он выполнен из нержавейки полностью. Осталось его лишь сварить. Ну сварочный, да, сварить как без этого. И можно будет пользоваться. Вот видите, как стоит мой сварочник. Просто как бедняга какой-то, да? Бесхозный. Какие роскошные детали получаются. В общем, надо для начала его распаковать. Чтобы добраться до лицевых поверхностей, надо бы всё выложить. Вот это, видите, друзья, вещь будет именная. Она тут как-то неправильно написана, надо перевернуть. Вот это я понимаю. Это получается моё имя. А это получается имя производителя, который выпилил мне эту вещь. Так что, друзья, кому нужна лазерная резка, у Димы уже работает сайт вот этот вот. Я ссылочку оставлю в описании, сможете перейти и ознакомиться. Пилит, конечно, лазер чётко, тут ничего не скажешь. Это не сравнить с тем, что даёт плазморез. Друзья, приступаем к сборке. Первонаперво соберу ножки для стола. Каждая состоит из шести деталей. Всё, погнали, аж не терпится. Редко такое бывает, но здесь чистая сварка, никакой подгонки. Приятно заниматься, если честно. И так, все ноги готовы. Довольно таки быстро всё удалось сварить. Делал кое-где швы изнутри, чтобы не видно было. Ну а кое-где немного снаружи. Это замыкающая часть, ибо снутри я не долезу. Эти части будут скрыты, так сказать, от лишних глаз. Потому что есть лицевые стороны. Теперь, ребята, осталось сварить столешницу. И мы сможем увидеть, что же в итоге получилось. Ну вот, ребра жесткости. Лист немного кривоват, вот этот основной. Поэтому стратегия такая. Сначала прихватываю с одной стороны, а потом натягиваю с другой стороны. А середина автоматически становится прижатой. Прежде чем всё окончательно проваривать, хорошо бы выставить, чтобы всё было параллельно. Но так на глаз всё ровно. Но я глазу не доверяю и выставляю по станочному уровню. Вот здесь булька вот так стоит. И с той стороны она примерно так же. В том же самом месте. Плюс-минус. Окончательно буду выставлять, когда придет время сваривать перекрестие. Кстати, не люблю я внутри варить. Внутренний угол, но придется научиться. Уже смотрите, как красиво получается. Видите, все швы однородные. Поначалу, конечно, было похуже. Ну вот, всё. Можно поперечины ставить и проваривать, так сказать, продолжать сборку. Пришлось немного повозиться, но всё хорошо обварил. Наделал целую кучу прихваток. Практически везде они есть. Вот здесь вся сетка прихвачена. Потом по бокам вверху и внизу каждой клеточки. Ну и к столешнице очень много прихваток. Пришло время делать ножки. Монструозная вещь какая-то получается. Вообще, вот это вот всё хороший станок для совершенствования навыков TIG сварки. Если хорошо постараться, то получаются очень даже красивые сварочные швы. Ну вот так это теперь выглядит. Винта нет абсолютно никакого. Хотя столик немного, совсем чуть-чуть играет и его можно выставлять. Я его уже, честно говоря, подвыставил. Сделал небольшую подкладку. Для проверки неровностей бросил поверочную линейку. Вот оно начало столика. Значит смотрим, ребята. Зазор. Здесь видно, что зазора нет никакого. Идем чуть дальше. Нет зазора. Нет зазора. Далее, опять же, нигде нет зазора никакого. Вот только лишь немножечко... Да нет, не сказать, что тут что-то есть. А вот дальше уже немножко проявилась неровность. Вот в этом месте она чуть-чуть присутствует до сих пор. Далее опять всё без зазора идёт. В общем, немножко где-то повело и вот этот вот кусочек области здесь еще сильнее уходит. Но это всё-таки сварка, друзья. Я пока так супер-пупер круто не умею варить. Вот он зазорчик. Далее опять же никаких зазоров нет. Вот это по поверочной линейке. Она довольно-таки точная. При прощупывании другой линейкой выяснилось, что есть всё-таки небольшие шишечки кое-где. Но они, как оказалось, легко устраняются. Хоть здесь и толщина около 5 миллиметров столешницы и снизу подпирают поперечины. Но вот если бить через алюминиевую проставку, можно немножко поутапливать эти шишки. Не знаю, может быть не стоило именно к столешнице прихватывать. Но как бы она тогда держалась, я понятия не имею. Я ещё не сверх такой опытный сварщик, чтобы знать, как что делать. Но факт в том, что в местах сильного прогрева эти места начинают выпирать. Хоть и немножко, совсем чуть-чуть. Но тем не менее, можно было бы, конечно, как-то шлифануть это всё. Но тут структура довольно-таки глубокая. Это слишком много надо труда приложить. Потому что надо же тогда всё сошлифовать. В общем, как-то так, друзья. Но результатом я очень доволен. Посмотрим, как будет в работе. Вот. Мне кажется, для сварки такой точности вполне достаточно. Я думаю, не лишним будет выдержать вот этот уголок, чтобы можно было что-то опять же выставлять. Всё-таки это инструмент необык. Цвета побежалости, которые неизбежно образовались, можно удалить кислотой. Я думаю, в будущем это сделаю. Пробовал соляное и не помогло. По-моему, нужно азотное обрабатывать. И тогда вот это всё просто так смывается и всё. Аппарат пока не знаю, куда девать. Там внизу как бы не очень интересно. Его, конечно, хорошо бы тоже куда-то водрузить на столик или вверх может быть приподнять. Чтобы можно было тут же всё по ходу регулировать. Нырять вот туда вниз будет не интересно. Да и нужно пространство под ноги. Также нужно ещё организовать массу. Магнитная здесь, наверное, не прокатит. Надо будет прикручивать. Но я прикручу стационарно и оставлю заводскую возможность присоединять клеммой. Дима, спасибо большое за презент такой роскошный. Эта штука вечная. Я думаю, эта вещь будет из поколения в поколение переходить в моей семье. Потому что она из нержавейки и ничего с ней не случится. Сгнить ей просто нереально. Ну а я тем временем потихонечку вхожу во вкус. Начертил ещё несколько деталей из листового металла, которые буду заказывать на лазерную резку у Дмитрия. Потому что, друзья, у нас с вами ещё не закрыт вопрос по двигателю АИ-8. Нам нужно узнать, какая будет тяга. Вдруг она будет огромная. И как раз таки вот эти детали, они листовые, они какие-то все тоненькие. Но с круглята такую не сделаешь явно. У неё диаметр 240 миллиметров. Вот эти вот тоже. Это чисто под лазерную резку вариант. Вот, собственно, и посмотрим, что получится. Заказывать буду здесь, на сайте моего друга Дмитрия. Ссылку оставлю в описании, друзья. Так что кому нужна лазерная резка, тоже обращайтесь. Там, кстати, и другие виды металлообработки присутствуют. В общем, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, друзья. До новых встреч!